Так, ну что, продолжаем играть. Давайте в Москву отправим. Скоро у нас будет Тверь аннексирована. И это очень хорошо. Мне это очень нравится. Так. Здесь этот парень сидит и ждет. Так, Дмитрий сдержал Москву, погибн провинцию Киев. Выручить его. Казна уменьшится, дипломатические очки уменьшатся. Один из купцов вернулся домой с границы совершенно нищим, потому что проиграл все до последнего деката. Он вбанкротился, теперь мы не получим от него прибыли. Ну давайте его выручим. Чего же не выручить-то? Давайте выручим. Так, а у нас, кстати, можно... Все, у нас сверх расширение уменьшилось. Нас теперь все любят. Нам бы вот это открыть, и вообще будет огонь. Мы сможем очень эффективно воевать. Нас никто трогать не будет очень долго. Но мы можем задержать эту тему и открыть ее, если на нас кто-то нападет. И дать отпор дичайший. Эффективность производства плюс 10. Ммм, Писов Кенди. 660, да? Нам для строительства нужны административные очки. Мы, кстати, знаете, что можем сделать? Можем стабильность поднять. Так. Тогда у нас будет доход от налогов больше. Так. И эффективность миссионеров тоже больше. В принципе... Да, давайте так и сделаем. Ну, хотя бы на единичке будем держать. Может быть на двоечке, Гошен. Может на двоечке. Больше доходов. Меньше рисковостания. Международное торговное влияние больше. И миссионеры эффективнее. Да, давайте сделаем. Такое вот. Дальше уже, конечно, уже дорого. Но вот так, я думаю, нормально на двух держать. Так. Трам-тир летит. Трам-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вау. А райская орда тут. Сибирь, короче, пожрали. Хулиганы. Так, ладненько. Укай-дукай. От Ливонского ордена уже почти ничего не осталось. Так. Ульм согласился тупить религиозную унию. Ульм. Ладно, это все там где-то. Вообще, надо посматривать на эти новости. А то я уже разок зевнул. Когда не заметил, что Литва потеряла унию с Польши. У меня это было вообще шоком просто. Так, кстати, смотрите. Польша, Польша, подожди. Давай-ка мы... А, у нас с тобой военный союз. Так же. Да. Так. И давайте... Ты воюешь, кстати, с кем-то, Польша? Нет, не воюет. Давайте с ними улучшать отношения. Да, они что-то просели немножко. Потому что с Польшей, я думаю, будет вообще круто. Правда, я не знаю, как мы будем с ними... Им помогать. Потому что мы фактически этого делать не можем. Но только против Литвы и Крыма. Но вряд ли она будет воевать с Литвой. У них там идеальные отношения почти. А вот с Ливонским орденом может быть. Сообщает нам о событиях. Конец беспоряд. Наша страна полностью восстановилась от разрушения. Так, это все понятно. Что-то они там восстановились. Кстати, что у нас с русской нацией-то? А, нам административные нужны десятка. Да, точно. И мы станем россиянами. Русскими людьми. Так, ладно. Ну нет, наверное, русскими все-таки. Россиянами это когда Российская Федерация. А может и нет. Я что-то не вникал в суть вопроса. Так, смотрите, я тут сейчас тут наконец... Так, неблагодарные подняли восстание. И были убиты, как говорится. Да, все отлично. Красавцы. Красавцы. Престиж повышается, легитимность восстанавливается. У нас там умер один мэн. Из чего мы потеряли? Ух ты, 1,16 сразу. Смотрите-ка, да? Как хорошо налоги идут. И давайте вот тут, допустим, еще храм построим. Скоро тут религия, кстати, поменяется. Так, все, да, обратили мы еретиков. Давайте куда-нибудь... О, все, вообще хорошо. Из-за стабильности мы можем довольно, ну, относительно быстро их обращать. Эти 2,3 процента. 40... Ну, за 4 года фактически. Давайте выберем, куда нам надо. Значит, давайте Сараму возьмем. Вот этот вот остров. Чтобы он нам потом не хулиганил. Так же. Да, давайте так и сделаем. Пусть он тут делает просвещение. Пусть он его делает. Так, мы, кстати, можем вот это изучить. Время постройки кораблей. Ну, это вообще ерунда. Но зато будет эффективность производства. Вот, эффективность производства мне нравится. Очень даже нравится. Мне эффективность производства. Это очень хорошо, я так думать. Так же, давайте его возьмем. А дальше будет дипломатическая репутация плюс 3 и вообще огонь, короче. Да, давайте. Местничество было древней системой, согласно которой государственные посты давались людям в зависимости от их происхождения. Но абсолютно не уделялось внимания талантным человекам. Отмена этой системы привела к приходу к власти более талантливых людей. И улучшение бюрократической системы. Эффективность производства плюс 10. Но мы это увидим только в следующем месяце. Так, для защиты наших интересов во всем мире нам необходимо создание мощного флота. Лучше в верфи мы увеличим скорость создания новых кораблей и ремонта старых, уже потрепанных в боях. Хорущё. Лё, хорущё. Так, ладненько. Дальше у нас будет дополнительный колонист, кстати, Сибирский фронтир. И парам-пам-пам-пам-чикичики-пом. Отлично, загорелся кошкин дом. Ладно, дальше продолжаем развитие. Мы король, мы обнаружили, что держала... Так, ладно. Тут у нас чики-пуки-бом-бом. Ну что? Давай быстрей! Проповедуй лучше! 10% уже. Фух. Нас, наконец, рекруты начали набирать массу, как говорится. Кстати, мирное время, Гошан. Воспользуйся мудрым советом. Давайте-ка мы уменьшим налоги. Где там это? В экономике, конечно, в экономике. Содержание армии уменьшим. За счёт этого четвёрочку мы выиграем. Содержание миссионеров в колонии. Всё это правильно, это нам надо. Так, инфляция у нас в порядке. Отлично. Аннексация проходит полным ходом в Твери. Это радует... Вау! Распространение... А, опять этот кальвинизм. Где? В провинции Вейден. Да? Да, у тебя этот кальвинизм. Доел этот кальвинизм. Больше не придут на провинцию Брянск. Мы больше не претендуем. Ну и ладно, чё. Пофиг. Вообще неохота с ними воевать было. Хотя, я чувствую, они нападут на нас. Хотя у них военный союз с Грузией. В коалиции против Московия. Так, всё. С Польшей у нас нормально всё. Вау, вау, вау. Стабильность плюс один. Государь, один советник предлагает продавать дворянские титулы всем, кто за них заплатит. Благородство нельзя купить. Конечно, вы чё. Плюс один к стабильности. Это ж просто огонь. Вы можете пронести вестернизацию. Да вы чё, прикалываетесь? Не, ребят, это не пойдёт вообще. Зачем им не нужна эта вестернизация? Вестернизация снижит наш стабильность, сотрёт все наши очки монарха. А также сменит нашу технологию группу на западную. Затем начнётся процесс вестернизации, скорость которого будет зависеть от внутренней стабильности. Когда сей процент закончится, мы получим доступ к западным боевым единицам. Ух, нафиг не надо. Просто у нас и так всё в порядке. Зерна никогда не бывает слишком много. Провинция Березков станет производить зерно. Отлично. Так, наш дипломат вернулся. Ну что ж, я люблю зерно. Зерно это хорошо. Так. Так. Тяк, тяк, тяк. Приятно, какая высокая стабильность. Доход плюс 16. Всё отлично, просто великолепно. Так, миссионеры там. Вообще, конечно, наши монахи, я думаю, иначе выглядели. Ну да ладно. А сколько дали? Да, это брат детали. Так, всё, в Чехии тоже всё стаканилось. Чуть-то мы давно не воевали, я смотрю. Так, посмотрим, как у нас там с историей. Нет, не с историей, Гошан. А с... Где это там? С летописью, точно. Московия. Против нас Ливонский Орден... И Литва. Нет, с Литвой я не хочу воевать пока. Пусть они выйдут, и мы Ливонский Орден просто уничтожим. Кстати, у нас есть этот самый... У нас повод-то есть, повода нет. Давайте-ка мы его сподфабрикуем. Так. Да. На их последнюю провинцию сподфабрикуем повод. Так, а как у нас с этими? Приграничных отношений нет. Ну, видите, они конкуренты в мировом господстве с нами. Так что так. Ну, ничего страшного. Ничего классного. Мы с Польцей всех покалаем. Всех покалаем с ними. Сейчас нам еще Тверь отойдет. Вообще будет шикарно. У них, кстати, хорошие налоги. Так, мой король дикари с провинцией подняли восстание и были убиты. Отлично. Так. Чуть-чуть, по чуть-чуть. О! 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 Ребятки! Смотрите, нам открылась эта территория, наконец. Так. Ну, что ж. Это хорошо. Теперь мы видим, что тут происходит. Видите, очень много стран тут вмешались. Восток. Это, видимо, как-то, может, с годом связано. Ну, в общем, теперь мы тут можем посмотреть, куда нам стоит продвигаться. Да, видите, тут еще уйма территорий. Представляете, мы вот это вот все вот отсюда расширим. Не кисло, да? Ха! Россия, на самом деле, действительно такая огромная. Так что... Вот сюда мы уйдем. И будем таковы. И будем таковы. В чему свое время? В чему свое время? Так, Москва за... За-за-за. А за-за. Так, Тверь подчиним. Давай, подчиним Тверь, братюня. Поскорее, держи пятюню. Торговцы, все торгуется. Просто, смотрите, мир и гармония просто у нас происходит. Король, наш дипломат, был раскрыт. Да пофигу. Пофигу, что он был раскрыт. Воу! Польша, смотрите, захватила. Ну, это хорошо, на самом деле. Меня это радует. Только я не понимаю, как это быстро произошло, мне кажется. Она просто пришла, захватила и... А, ну да, она захватила, тут же подписала мирный договор. Ну что, получается, мы только с Литвой воюем теперь? Да. Походу, она была, кстати, агрессором. Давайте посмотрим, есть ли против нее какие-нибудь... Нет. О, кстати, коалиции. Против нас теперь коалиции нет. Литва вышла. Ёшки-мадрешки, мы пропустили этот момент. А, да, во. Вступает в военную коалицию против нас. Что превосходство чувствит, может их спасти. Не, видите, они все-таки вступили с нами. Походу, надо с ними как-то отношения, может, налаживать. Потому что они, видимо, вообще не хотят тут ничего с нами выстраивать. Более или менее, как сказать, союзное. Или что-то в этом роде. Пока-пока-пока. Чего я перьями нашлял? Воу! Воу! Воу-воу-воу! Норвежские крестьяне. А что ты меня не позвал-то? А, да, Швеция у них там. Текущая война с Англией. Перемирие, наверное, у них с Норвегией. Да, шведы-то тут разрастаются. Может, напасть на Литву, а? Как думаете? Да, давайте. Не, подождите. Англия? Нет, конечно. Чтобы она Норвегию грызла. Можно... В принципе, что? Да, смотрите. У нас армия максимально достигнем, да? Наймем там. Давайте только сделаем то, чтобы у нас тут были хорошие дэнушки. Так же. Чтобы у нас экономика была мощной. А потом уже можно будет и думать о войне. Все, да. Храмы мы везде понастроили. Так. Шестнадцать. Ой. Тихо. Очень часто мнения купцов по поводу правил ведения торговли сильно различались. Жаркие споры между сторонниками противоположных идей могут выселить в открытый конфликт наредительность ему государству. Увеличиться, поддержать меркантилистов. Престиж и легитимность увеличиться. Либо выступить... Нам это безразлично. Отлично. Выступить за свободную, поддержать меркантилистов. Ну, давайте престиж и легитимность поднимем. А то они у нас что-то там не на высоте были. Сейчас уже полючи. Сейчас уже полючи стали. Так. Религиозный униус империя. А, ну это все ерунда. Так. Число рекрутов, оружейная мастерская. У нас почти максимум. Скоро можно будет начать воевать. Да. Вы знаете, я вообще думаю тут... Давайте вот сюда действительно направим. Или может быть сюда, я даже не знаю. Дегр. П. Католичество. Да, давайте туда направим. А здесь давайте сделаем их русскими. Где-то мы, по-моему, еще... А, там и так было русскими. Да. Все, здесь мы их делаем русскими. Здесь у нас свое... Своего рода мракобесие идет. Ну, в принципе, что? По чуть-чуть, да по чуть-чуть, да? А тут все-таки все дело развивается. То есть мы беремся под контроль территории, делаемся более стабильными. Меньше процент восстаний у нас происходит. Сейчас у нас аннексируется Тверь. Численность населения в провинции Березов увеличится. Часть местного туземного населения в провинции Березов перешла, решила присоединиться к колонистам. Отлично. Значит, быстрее мы их захватим. Да, видите, уже чуть-чуть осталось. Дознать дошли данные, что нашей армии требуется больше... И они предложили свои крепостных. Все, число рекрутов уже 44 тысячи. Ну, мы потом... Давайте, короче, деньги начнем скапливать, потому что нам надо будет это делать. Давайте вот это вот изучим. 600. Так. Отделение совмещения пики и акребузы оказали серьезной угрозой кавалерии. Первоначальных реакций было навешивание тяжелой брони, но она замедляла лошадей, уменьшая их натиск. Рейтары же вооружены двумя пистолетами и мечом, что позволяет им стрелять или рубить противника в ближнем бою. Маневренность ваших войск увеличена на 25. Ну, главное, что мы теперь можем нанимать... Так, значит, смотрите, кувевлиры. Давайте их возьмем. Здесь восточные гусары, видите? Неудержимые подразделения венгерской легкой кавалерии, прославленные на всю историю своей высокой дисциплины и мастерством. Отлично. Восточное ополчение пикинеры. Давайте их возьмем. Ну что, у нас мощная армия, а у этих девятый уровень. Я думаю, надо начать формировать войска. Добавим тут несколько пушек. Ой, слушайте, а это дорого. А эти сколько стоят? По двадцатке, да? Да, пушку, конечно, хорошо добавить. Нам надо золото скопить. Скапливаем золото и идем бороть... Бороть Литву. Так, увеличить наши усилия. Мы зря тратим местную эффективность миссионеров. Не, вы что? Обращение в истинную веру жителей провинции Дзек... Пррррпта. Оказалось, делом гораздо более трудным, чем мы считали первоначально. Хотя некоторые сперва заинтересовались в нашей ленинге. Большинство, похоже, не собираются принимать новую веру. Увеличить наши усилия. Так, поднимает восстание. Отправиться к ним. Подавить восстание. А, мы не можем ими двигаться, пока они, типа, не улучшатся. Ну ничего, я думаю, успеем. Туда прийти. Все, погнали. Стоп, стоп, стоп. Пушку-то надо взять. Куда же без пушки-то? Против этих... Ейтиков! Нарижу их. А! Вы что, прикалываетесь? Жесть. Просто жесть. Взяли как-то, бац, и захватили. Слушайте, матрешки, я уж думал, проиграем еще. Так, ладно, оставим тут. Но надо восстановить нам эту самую. Слушайте, матрешки. Как так вообще получилось-то, я не пойму. Так, давайте. Че, мы уйти отсюда не можем почему-то? Прикиньте. Провинция отныне преобладает наша культура. Отлично. Никаких волнений. Русские там. И это хорошо. Так, давайте, мы отсюда уйти не можем, прикиньте. Я вообще такого еще не видел. А, во. Теперь можем. Так, давайте. Оставим тут небольшое подразделение. Вы, слушайте, ну это... Мы король, наши колонизации... А, вот, кстати, престижи нам дали. За эту территорию. Давайте ее национализируем по-быстренькому. И начнем продвигаться в Сургут. Нефтегаз. Так. Так, уровень крепости. Все, он там топает. Все, мы убили тут 400 каких-то уродов. Так. И все. Ой, какие там решения принимают. Воу-воу-воу. Легитимность уменьшилась на 10. Ну что ж, мы выполнили. Плюс базовый налог, число рекрутов в Твери увеличилось. Потому что мы выполнили задание. И теперь Тверь это часть нашего государства. И мы можем новое задание взять. Создать, восстановить отношения с Швецией, защитить братьев в Курске. Ну, дипломатических очков это вообще смешно. Но размер морских традиций, создать достойный флот. 75 от лимита. Вы что, прикалываетесь, что ли? Это просто жесть. Отношения восстановить. Это сколько, по-вашему, с Швецией? 50? Ну, это реально, кстати. Это реально. Приграничить конкуренты в мировом господстве. Разорвал союз. Видите, они до сих пор нам это помнят. Улучшено отношение. Минус 3. Агрессивное расширение уберется. Соперник. Соседние тоталитарные еретики. Да, я думаю, мы сможем с ними улучшить. Я думаю, мы сможем с ними улучшить. Ну, давайте тогда. Дипломатических очков. Ну, просто, чтобы задание сменить. То, что... Хотя... Можно Курск взять. Да. Заодно у нас будет повод для войны. Часто у нас его нет. Давайте действительно так и сделаем. Так. У нас же больше нет никого в коалиции, как я понимаю. История, летопись. Да. Только Литва там сидит. Ну, давайте что. Давайте тогда провинцию Курск. 5 престижа. Так. Отлично. Теперь у нас есть повод для войны с Литвой. Занять Курск. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Расширяемся. Все нормально делится тут. Так. Давайте вот... Сколько тут у нас? Давайте половину хотя бы туда пошлем. Чтобы быстрее все это дело захватить. У нас, походу, там уже... Никто никого не обучает. Мы получили повод для войны колонизации с державой Сибирь. Они обладеют колониями, соседствующими с нами. Ладно. Все. Это мы разобрались. Но, походу, у нас тут... 52 месяца, да? Давайте глянем, где сколько месяцев. И посмотрим. Че-че-че? Вы можете обратить провинцию в новую религию. Ну да, давайте вот здесь сначала тогда сделаем. В Семигалии. Где она у нас? А, вот тут, на границе. Ну, отлично. Как раз, что там не было никаких увастяний. Так, давай в Москву. Ты тоже. Отлично. Чики-пуки-бом-бом. Стабильность уменьшилась. Нет. Калиганы. Не хочу терять стабильность. Хочу убрать же стабильность. Ну ладно, это уже дорого. Так, а нам тем временем надо тут до десятки. Влияние соседей минус 10, смотрите. Хотя коса существует много лет, серп все еще является основным инструментом крестьян для сбора рожая. Нужно подстегнуть их, использовать косу вместо серпа, чтобы повысить урожайность. То есть у нас эффективность производства увеличится. Ну что, нормально. Тут плюс 16 сейчас, да? Так. А будет? Нет, сейчас плюс 15. В общем, производство увеличится, все нормально. Теократия это ерунда, но главное у нас будет новая идея, и мы, короче, сможем в следующий раз уже стать Россией. Это ж твердь-то теперь нам принадлежит. Смотрите. Создать русскую нацию. Ну да, нам только осталось административный технологий до 10 довести. Так. Принять закон о полезных ископаемых. Удержава уменьшится 50 административных, уменьшится. Доход от налогов увеличится, производство увеличится, торговля уменьшится и меркантилизм увеличится. Так, отлично. Нужна эффективность производства выше 50. Позволь частным предприятиям управлять всеми аспектами добычи полезных ископаемых без государственного вмешательства. Разумеется, они по-прежнему должны платить налоги. Это повысит эффективность производства. Ну давайте примем, чё. Больше будет денег. Нам сейчас как раз денежки-то нужны. Войны союз. С кем? Кто ты вообще? Не, ребят, отклонить. Вы там сами по себе. У вас православие. Ну, думаю, вам недолго осталось. Думаю, вам недолго осталось. Так, ладно. У нас, кстати, много свободных чувачков. Надо бы и Псков аннексировать, но, в принципе, пусть будет пока так. Так, Польша. А, да, Швеция, погодите. С этими нет смысла выстраивать отношения. Я даже не знаю, с кем смысл есть-то. Давайте с Рязани улучшим отношения. То есть сейчас у нас война будет. Как вы понимаете, дичайшая просто. Потому что, сколько они у них? Девятка, да? Ну всё, пока мы можем их просто жёстко карать. Если получится. Так, давайте вот так сделаем. Восточный гусар добавим. Причём всё это регулярная армия. Это вообще просто огонь. Ещё больше пушек. Больше гусар. Так. Вот так. Да, ещё давайте одну пушку возьмём. И дальше уже можно остальные деньги на пикинёров использовать. Так. Ну, хотя давайте ещё гусаров построим. Три штучки. Всё. Армия начинает собираться. Сейчас у нас просто дичайшая армия будет. Кстати, видите, тут какие-то рейтинги есть. Административный, высокий, дипломатический. 93. Ну да, я дипломатический вообще не развиваю почти. Так. Ну что? Вот они заканчиваются. Так. Так. Давайте. Всё, да? Всё, да. Собираемся, ребятки. Ха! Жесть. Да, давайте в Москве соберёмся. Там я уж вас разделю как надо. Мы, короче, мы уж не претендуем. Это всё ерунда. Мы, короче, мы лишились повода для войны. Так. А сколько Москва может задержать? 36, да? Так. Ну пока нормально. В принципе. Давайте их объединим, а там посмотрим. Конечно, кормить их в одном регионе не очень-то просто. А, стоп. Это они строятся ещё. Так. Так. И вот так вот. Отличненько. Отличненько. Кстати, можем... Да, давай дипломатическая репутация. Это очень важная штука. Так. Наши дипломаты многие годы трудились над тем, чтобы наше слово значило для других государств очень много. Имело большой дипломатический вес. Вот это очень крутая штука. Теперь у нас в плане дипломатии всё чики-пуки. Так. Ну я смотрю, здесь уже довольно... Ну надо всё равно их тут свести всех. Потом мы их разделим, разумеется. Всё, отлично. Часть нашей культуры. Пусть там справа стоит то войско. Ну что? Литва. Время поквитаться, как говорится. А ты как хотела. Думала, тебе всё с рук сойдёт. Давайте на неё нападём. А мы просто хотим занять провинцию Курск. Их союзники по мере Грузия. Да, забавно. Но я думаю, Грузия откажется, а по мере... По мере мы накажем. Призвать союзников. Никто не согласится. Ха. Объявить войну. Так. И давайте подумаем. Низкое содержание армии, кстати. Да. Надо увеличить. Чтобы боевой дух был высоким. Мы минус 8 уходим в минус. Минус 8 уходим в минус. Супер русский язык. Так. Так. И давайте посмотрим. Ну, вряд ли они присоединятся, конечно, к войне. Я в этом сомневаюсь. Да, видите, это очень маловероятно. Ну, ладно. Что тут скажешь? Пора воевать. Ой, а что это у нас, смотрите? Низкая какая. Какой низкий боевой дух. Видимо, потому что мы типа агрессоры. Или что-то типа того. Я что-то не пойму. Ну, ладно. Я думаю, надо сначала, на самом деле, им войска разбить. Дабы они тут не начали мракобесить. Так. Не-не-не, Гошан, рано. Рано, рано, рано. Надо сначала... Нет, отступай. Отступай, отступай, отступай. Ёшкин-матрёшкин. Вот так вот. Мы, конечно, победили, но не в выгодных для себя условиях. Как вы понимаете. Но надо боевой дух восстановить сначала. А, ну у них он, в принципе, тоже невысок. Так. Да-не-не, да, проходи, конечно. Так. Ладно, они тут по чуть-чуть сейчас начнут захватывать разные территории. Нам надо сначала их покарать на разных участках нашей родины. Так, ну чё там? Боевой дух. Нормально всё? Остановился? Время воевать. Так, давайте сначала их сокрушим просто. Пока они не убежали. Пока они не развили свои технологии военные. Так. Мы выиграли. Мы выиграли, но у нас тоже боевой дух потерялся. Так. Да. Давайте католиков вынесем, сходим. Потом вернёмся обратно. Ой, мы кого тут нечаянно перехватили. Так, издержавим, покинет провинцию Киев. Так, выручить его. Давайте выручим. Сейчас мы вот этих вот разбили. Ертиков. Да, боевой дух надо поднимать. Так, ну это ладно, там понятно. Там это постоянно будет происходить сейчас. Но главное им с армией разобраться. Так, всё, здесь мы тоже выиграли. Так, и добьём их. Надо всё-таки не забывать пройти. Так, пушки у нас есть. У нас, видите, очень много... Ну, вы поняли. Ну, мы поняли. У нас очень много. Супераналитика, дядя Гош. Так, у нас... Нужно нам больше... Нужно нам больше пикинёров. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Сейчас была... Когда много пих... Ну, мало пехоты... И много... И много... Когда мало пехоты, и много... Как она называется-то? Нет, стоп, давайте через свою территорию туда идти. Нам бы чуть-чуть их покарать. Потому что это нам даёт всякие плюшки. Так, здесь мы выиграли. Давайте в Москву, наверное, ломанёмся. Прежде чем сражаться с этими хулиганами. Надо быть дураками, конечно. Мне на столицу пойти. Вряд ли они пойдут на столицу. А если пойдут, мы, скорее всего, их разорвём просто. Так, это там взяли. Да, смотрите. А они что-то это самое. Не! Они собираются брать... Окей. Эти ещё раньше пришли, чем надо. Мы их разбили просто. Ну, ладно. Не знаю, сомневаюсь, что они меня победят в столице. Вероятность есть. Группа останется, зела под контроль, провинцию. Ну, ладно. Так. Одно из двух событий. Кто-то там появляется. Мы выиграли. Ну, понятно, чё. Будут знать, как столицу пытаться взять. Так. Нагайская орда правопрохода. Это где она у нас? Ой, не, ребят, вы чё? Кэш отклонить. Так, это у нас Калакулю. Калакулю. А ты с кем воюешь? С Грузией? Ну, давай. Ха. Нормально. Они с Грузией воюют. В Грузии, конечно, свои там приколы. Но Грузия, видите, она себя комфортно, походу, чувствует. А, кстати. Не, Османской империи, я тебе отказываю. Кстати, нам надо уменьшить, наверное, усталость от войны. Да. Стабильность у нас всё в порядке. Надо отправить куда-нибудь в Нарву. Есть у нас Нарва? Так. А Нарва-то у нас, по-моему, уже и так наша. Давайте в Ревель тогда. Это и Ревель тоже наш. Каталий. Подождите. Как гениально. Прилеги, смотрю. Вот, Нарва-то отправить. Всё, отлично. Так, а была-то где? Где ты там, Беля? Где Беля? С кем ты? Дрюжиля. Кого-то же мы обратили вроде только что. Или я что-то поп... А, вот, да, давайте сделаем тут русскую культуру в Семигалии. Так. И теперь можно... Э? Литва тут что-то пытается взять. Давайте восстановим нам боевой дух. Восстановим армию. У нас, тем более, тут каждый ход по тысячу приходит. У нас 41 тысяча армия. Так. Османы тут хулиганят через захваченные в Грузии территории. Кстати, а что-то я не понял. Османская Ипера напала на Литву. Ох, бедняги. Не повезло. Так, а нам, кстати, надо Тулу отбить. Давайте меркантилизм увеличим. Так. Э, э, э. Стоп. Не пущу домой. Не пущу домой. Давайте я лучше на вас нападу. Так. Отлично. И провожу вас до дома. Так. Стоп. Какие? Татарская культура. Стоп. Повезло. Ничего не скажешь нам с Испанской империей. Давайте свои земли все-таки отобьем. Вначале. Потом уже займемся Курском. Так. Так. А то эти патриоты еще заберут себе. Ну и плюс рекрутов будет больше. Тоже ведь неплохо. Так. Харьков. Воронеж. Там они у нас что-то на севере берут. Но это не так страшно. В принципе, может, знаете что? Подождать еще военных технологий до 11 уровня. И вообще там будет большой буст, как говорится. Так. Доступ на национальное решение. Все это ерунда. Так. Ладно. Отныне там наша... Быстро, кстати, культура русская устанавливается. Я смотрю. Все. Здесь мы отбили. Давайте в Харьков идти. Тоже тут надо отбить. Еще внизу отобьем. И можно будет смело... Кстати, давайте так вот сделаем. Франция. Да, конечно, согласен. Франция. Отличный союзник. Так. Давайте его тут поскорее отобьем. Швейцария. Да. Проходи. Венеция. Проходи. Тут надо побыстрее занять. Сюда, в Харьков. Идти. И восстанавливать нам уже армию полностью. Сколько там надо-то? Ой, 39 тысяч. 37 тысяч. Дофига больше. Осада Вен Ден. Ну, это там у нас, короче. Наверху шпили вилят. Так. Отлично. Мы, кстати, уже Грузию не видим. Неудивительно. В общем-то. Так. Все. Крым. Вы что, прикалываете шип? С кем они? Одни? Просто взяли нам, объявили войну? Я ничего не понимаю. Ну, ладно. А какая у вас там? Восьмерка. Ничего не понимаю. Ну. Давайте, знаете, что сделаем? Объединим. Сколько тут? Да, тут 30 может содержаться. Давайте возьмем. Сейчас. Сколько там надо? Надо. Да. Вообще, я удивлен, что крымчане напали нас. Ну, Крым, точнее. Просто странно. Наверное, кто-то к ним присоединится потом. Потому что обычно так в игре не бывает. Давайте, кстати, их пока разобьем тут. Чтобы они тут не хулиганили. Так. Им, по-моему, даже отступать некуда. А, не, есть куда. Есть куда. Ой, смотрите, османы тут идут. Ну, не знаю. А какой у них, кстати? Девятка, да? У нас десятка, по-моему. Да, у нас десятка. Мы, кстати, можем... Скоро новые технологии. Если подождем месяц. Давайте, кстати, подождем. Стоп. Да, отлично. Давайте изучим. Поможет нам в сражениях. Так. Так. Ну что, попробуем. Пока тут Псков берет город. Вообще как-то странно. Видите, они типа по чужой территории ходят. А, они напали на Польшу. Польша, походу, на нашей стороне сражается. Да. Давайте приимем участие. А? Они отступили. Они отступили. Прикольно. Так, ну ладно. Нам очков, наверное, накинуло немножко. Да, что нам вот с этими делать? Грузия, может, и сможет тут. Давайте предложим ей мир. А, не, они не согласны. Померя. Ой. Померя. Предложить мир. Тоже не согласны. Ну ладно. Непринципиально пока что. Давайте вот сюда двинемся. Так. Кстати. 31. Там еще к ним плывет армия, походу. Ну. Конечно. С орды воевать. Этой. Все дороже. Ну ладно. Надеюсь, что Польша там как-то... Как-то что-то сможет сделять с ними. Нам надо сейчас разобраться с... С... Крым... Крымом. Да, смотрите, они же, походу, к нам идут, да? Нет, они идут от нас. Так. Так. Давайте на них нападем. Постараемся. Ой, все. Не успели мы. Уходим. Уходим скорее отсюда. С османами лучше не ввязываться. Тем более там подкрепы у них идут. Ладно. Нам надо завязывать поскорее с Литвой. Пусть османы тут пытаются все раздерепинить. Забирают все части войск. Все равно война будет затяжной. И потом я с ним поквитаюсь. Потому что они долго далеки от своей... Колониза... Как сказать? Цивилизации сражаться не будут. Мы, кстати, можем войска пока восстановить. Да какой восстановить, Гошан? Покупай наемников. Так. Эээ... Наемники. Так, 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 так. Давайте пушек прикупим. И вот этих вот кусаров. Все, отлично. Все, мы скупили. И давайте... Вот что сделаем еще. Наверное, надо было делать до наема. Ну да ладно. А вот этих вот улучшим. Да, вот этих. И все вроде, да? Так. Ждем. Восстанавливаем силы, как говорится. Копим войска. Стягиваем войска. Неважно. Ничего не читаем. У нас серьезная война идет. Нам не до чтения. Давайте вот только... В Москву, скорее всего. Хотя нет. В Твери даже больше. Обеспечивание. Так. Войска стягивайтесь. Не стесняйтесь. Так. У нас, кстати... Как там с генералом? Блин, мне не нравится. Генерал какой-то, блин, вялый. Давайте, знаете, как сделаем. Действие сделает нашего наследника генералом. Он сможет управлять нашими войсками. Иметь наследника генерал бывает полезно, однако это также большой риск, так генерал может погибнуть на поле боя. Правитель... На поле боя правитель подвергается, если его смерть может привести к негативному пасу, таких как регенерация или у него. Это также отрицательно скажется на внутриполитической... Так. Не требует содержания. Ну давайте наследника сделаем генералом. Но он никчемный. Правитель. Сделаем. Так. Ну давайте еще этого сделаем. Иван Рюрикович. Ну вообще какой-то тоже. Но зато не требует содержания, так. Да, не требует. Ну что ж, тут скажешь. Давайте-ка мы нашего Рюриковича возьмем. Ха-ха. Риск, как говорится. Ну что поделаешь. Ладно, давай, Рюрикович, не балуй. Рюрикович. Субтитры создавал DimaTorzok